В эту пятницу православные отмечают один из главных праздников Успения Пресвятой Богородицы. Традиционно в этот день в Старецком Свято-Успенском монастыре проходит праздник для первоклассников. В этом году будущих школьников напутствовали высокие гости, в том числе губернатор Игорь Руденя и председатель Совета Возрождения монастыря Виктор Христенко, который 28 августа принимает поздравления еще и в свой личный адрес. Уже не первый год руководители региона и муниципалитета напутствуют старецких первоклассников накануне 1 сентября именно в стенах Успенского монастыря, который за последние два десятилетия заметно преобразился. В первую очередь благодаря усилиям Виктора Христенко, возглавляющего Совет Фонда Возрождения обители. Неудивительно, что он был среди гостей праздника. Я очень хочу пожелать вам, чтобы ваши глаза, улыбки оставались такими же светлыми и чтобы это место, которому уже 910 лет, чтобы вот эти святые земли давали вам силу в этой жизни. Сам Виктор Христенко в этот день также принимает поздравления. 28 августа у него день рождения. Губернатор Игорь Руденя поздравил федерального политика и благотворителя, а также вручил ему знак во благо земли Тверской. Конечно же, глава региона высказал свои пожелания и первоклассникам накануне учебного года. Это знаменательное событие в вашей жизни. Вы начинаете новую самостоятельную жизнь. Мы вам желаем слушаться обязательно своих учителей, преподавателей, классных руководителей. Желаем вам, чтобы вы слушались своих родителей. Также Игорь Руденя и Виктор Христенко осмотрели интерактивную фотоэкспозицию «Валаам». На выставке представлены 3D-реконструкции фотографий одной из самых известных русских обителей. Современные 360-градусные панорамы. Вся выставка построена особым образом, погружающим зрителя в природный, архитектурный, исторический и духовный мир Валаама. Организаторы заявили, что готовы помочь с созданием аналогичного проекта, посвященного Старецкому монастырю. Игорь Михайлович сейчас предложил нам это сделать, реализовать. И мы с удовольствием над этим поработаем. То есть мы понимаем, где есть архивные материалы, где их найти, как с ними работать. Понятно, что Семен Михайлович Прокудин-Горский снимал здесь. Менее известно, что снимал Иван Борщевский. Это такой пионер русской фотографии. Так что через какое-то время трехмерные панорамы Старецкого Успенского монастыря сможет через мобильное приложение разглядывать каждый любитель русской старины, даже находясь далеко от Тверской земли.